Какое-либо обожествление чего-либо кроме Аллаха запрещено, первое. Второе, любая статуя, которая может привести к тому, чтобы в дальнейшем через поколение она стала обожествляема, это все запрещено. Какого-то всадника со стороны Ингушетии попало ядро от пушки, оторвало ему голову, и он потом еще без головы там что-то сражался, всадник без головы. Это примерно история вот из этого же разряда. Я просто давно наблюдаю, изучая вашу историю, вижу, что почти все чеченцы слишком высокого мнения о себе, говорит Андрей Тимирханов. Интересно, Андрей Тимирханов, а почему ты давно наблюдаешь и изучаешь нас? С чем связан твой такой интерес к нашему народу, ко всем нам? Я надеюсь, что это связано не с тем, что ты нас не любишь, наверное, из любви к нам, как к нам нас так сильно изучаешь. Нет, брат, я уважаю и люблю вас, просто мне обидно, что после 300 тысяч чеченцев многие чеченцы не видят истин. Но если ты нас уважаешь и любишь, то ладно, тогда изучай нас, ничего страшного. Мне просто непонятен интерес в нашу сторону от представителей иных народов, почему вас это так волнует, почему вы нас так пристально изучаете. Неужели у вас внутри вашего общества нет вообще проблем, они закончились? Томсо, почему ты не хочешь баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году и тогда уже бороться со злом, находясь в Кремле и лично назначать руководителей Чечни? Не, Гульмира, у меня другие планы, я сейчас через несколько недель, ну через две недели, как мне исполнится 35, я должен провозгласить себя единоличным президентом Чеченской республики Ичкерия, несменяемым. Так что, короче, не до Кремляна. Томсо, одобряешь ли ты многоженство, говорит Эльдар Аскар. Я, Эльдар, одобряю многоженство, я одобряю одноженство. Вот как человеку удобно жить в этом мире, пусть он так и живет. Я из тех людей, которые не пытаются учить кого-то жить. Кому-то, если нравится с одной женой, он живет с одной. Кому нравится с двумя, с тремя, с четырьмя, у него их много. Это чисто и сугубо лично семейное дело. Вот каждая семья, как она считает нужным, пусть она так и живет. Ассаламу алейкум, доволен ли ты своей жизнью? Что ты изменил бы, оглядываясь назад? Алейкум ассалам, жизнью своей я, альхамду лиллах, доволен. Что бы я изменил? Но я бы многое, наверное, изменил из каких-то своих ошибок, грехов, которых у меня полно. Говорить о которых я, разумеется, не буду. Но они, как и у любого человека, они у меня, конечно же, есть. Все знают про то, как чеченские боевики похитили брата ингурского бизнесмена за выкуп. Муса Келлигов приехал в Вичкерию и всех бандитов уничтожил и вернул брата, не заплатив выкуп. Это очень классная история. Мы рады за него, что у него так получилось. Это какой век до нашей эры? Просто при нашей жизни такого не было точно. Видимо, это какая-то другая Ичкерия. А так, в целом, мы, конечно, рады, если бандиты понесли заслуженное наказание. Это хорошо. Томсот, и считая, что в Ичкерию нельзя было заехать и взять свое и выехать. Там было немало продажных людей, готовых также заложить своих, а также людей, готовых помочь. Ответ на вопрос о Келлигаре. Ну да, я считаю, что это невозможно, учитывая тот формат, тот масштаб, который там был. Нет, конечно, такие вещи невозможно были. Это ведь не какая-то там местечковая тема. Здесь идет речь о том, что из другой республики приезжают там люди, устраивают какую-то бойню и типа уезжают. Ну нет, конечно, такие вещи стали бы достоянием как минимум всей республики. Если не мира. Я уверен, что это осветили бы по всем каналам, что чуть ли там какая-то гражданская война. Понятно, что это чушь. Я просто помню, я все-таки человек, который жил в это время, я просто помню, как эти вещи делались. Там была такая ситуация, когда действительно был похищен с Ингушетии один брат, по-моему. Кстати, возможно, о нем сейчас и идет речь. Был похищен брат министра, кажется, внутренних дел Ингушетии. В общем, какого-то чиновника. Был похищен брат. И вот тогда оттуда приехала делегация. Но это не с войной оттуда приехали люди. Приехали в Урус-Мартан, их разоружили. То есть оружием людей туда не пустили. Там определенные люди остались. Их делегаты, послы, так сказать, пришли, поговорили. После этого был собран некий совет, то есть совещание. Тогда во главе у так называемых жамаатов стоял Абдурахман и Орданский. После того, как умер Фатхи. Да помилует я Всевышний Аллах. И там тогда было действительно принято решение, что если те люди, которые его похитили, что они обязаны его выдать, значит, вернуть его обратно. И если они откажутся это сделать, то любой из присутствующих, из подчиненных им людей, если они где-то на него нарвутся, они обязаны его отбить, в том числе и силой, учитывая жертвы, там все дела. То есть там даже такие моменты были. Но чтобы там приехали, что-то кого-то там они отбили, это история из какой-то фантастики. Это вот как есть та история, что войско с имамом Шемелем пришло в Ингушетию, и там какого-то всадника со стороны Ингушетии попало ядро от пушки, оторвало ему голову, и он потом еще без головы там что-то сражался, всадник без головы. Это примерно история вот из этого же разряда. Твое отношение к уничтожению талибами статуй Будды. Отношусь к этому позитивно. Я считаю, что на своей территории власти этой страны имели право делать то, что они считают нужным. Это первое. Второе, с точки зрения религии, ислама, любые статуи, они запрещены. Будь то статуя какого-нибудь божества, обожествляемого какими-либо людьми, народами, будь то просто некая личность, культивируемая в этом обществе, как Ленин, Сталин, неважно. Что бы это ни было, в исламе запрещены памятники. То есть, в любое изображение одушевленного существа это запрещено. Поэтому Афганистан является мусульманской страной. Соответственно, они, в первую очередь, с религиозной точки зрения, они обязаны были это сделать. Второе, это с точки зрения их права, как государство, власть, народ этого государства решает, что им делать. Поэтому нет никаких проблем. Я к этому отношусь позитивно. Надо ли, с твоей точки зрения, уничтожать античные греческие статуи? Я слабо разбираюсь в этих моментах, там античность, не античность. Я говорю, что любая статуя в своей основе, если она установлена какому-нибудь воодушевленному человеку или существу, либо если это, даже если она установлена не воодушевленному существу, но при этом это объект поклонения, то его быть не может. Запрещено это в исламе. То есть, какое-либо обожествление чего-либо, кроме Аллаха, запрещено. Первое. Второе. Любая статуя, которая может привести к тому, чтобы в дальнейшем, через поколение, она стала обожествляема, это все запрещено. Соответственно, это все должно быть снесено, уничтожено, убрано, как минимум, с территории. Я не знаю, какие-то, возможно, компромиссы в этом вопросе могут быть, да, как, например, если это что-то, что можно взять и перетащить, допустим, если буддисты, я не знаю, Индии могут это забрать к себе, при этом, если в этом для этой страны, которая отдает, будет больше блага, чем они просто это уберут, там, уничтожат, то, наверное, такие компромиссы, как бы, возможны. Но в целом, на территории, где проживают мусульмане в большинстве, конечно, таких вещей быть не должно. Субтитры создавал DimaTorzok